Привет из Беларуси! Черенкование в перлит. Начало октября. В 20-х числах августа я черенковала растения в перлит. Это были лаванда, гортензия метельчатая и розы. Потом я уже показывала, что у меня получилось. Ссылочки вы найдете на конечной заставке к этому видео. И черенки гортензии уже высажены. И черенки лаванды тоже высажены в открытый грунт. Остались только розы. Розам нужно больше времени. Итак, с 20-х чисел августа, это где-то с 23-го по 25-е. Вот руки у меня дошли наконец-то до роз. 6-6,5 недель прошло. Но за меньше, вероятно, розы не укоренятся. И настала пора уже разбираться с ними и высаживать в грунт. Черенковала как обычно. Срезаю черенки чуть тоньше карандаша. Оставляю два междоузлия, три листа. Нижний лист убираю совсем. Второй укорачиваю. Первый тоже, чтобы сократить площадь испарения. Но часть листов оставляю, конечно. Верхнюю, самую тонкую часть на черенке, которая находится возле цветка или возле бутона, мы обрезаем. Берем только среднюю часть для черенкования. Особенность еще черенки ставлю в свой череночник, которым, как видите, работает бытовой увлажнитель воздуха. У меня там освободилось место от предыдущей закладки. Вот там уже стоят, как видите, розы. И поставлю туда гортель. Было много вопросов по тому, как у меня работает увлажнитель воздуха. Я не авторитет в этом деле. Я впервые его использую. Но у меня он работал только в дневное время. В дождливую погоду я его тоже не включаю. Сейчас, где-то с 10 сентября по теперешнюю пору он у меня тоже не работает. Почему? Потому что и так высокая влажность уже воздуха. Поэтому такой влажности и в череночнике ее вполне хватает. У меня есть метеостанция. Я могу отслеживать влажность. Не только температуру, но и влажность. И просто слежу, чтобы эта влажность была примерно от 75 до 90 процентов. И по метеостанции я ориентируюсь на то, как включать или не включать влажнитель. Можно еще пользоваться, наверное, в следующем году я попробую таймером специальным, который включается в розетку. Выставляется время определенное, на которое прибор будет работать. И таким образом тоже регулировать работу этого влажнителя. Это у меня план на следующий год. Ну а в этом году мы сейчас с вами уже в октябре будем пересаживать черенки в грунт. Грунт у меня наш белорусский, Двина. Я им пользуюсь для всяких посадок и для посевов. Горшочки под рукой 400 миллилитров. В этом мои черенки будут зимовать. Так что давайте приступать к работе. Ну вот давайте смотреть, что получается, да? Получается, в общем, неплохо. Я отряхивать не буду, потому что у розы такие нежные корни, что малейшее повреждение их может привести к гибели черенка. Поэтому очень аккуратно я их высаживаю. Сильно не прижимаю. После полива грунт сам распределится. Корни там улягутся. В общем, осталось единственное, что подписать. Чуть не забыла. Обязательно подписывай. Это у нас еще гортензия. Так, еще роза. Ну вот тоже есть небольшие корни. От чего зависит укоренение? Даже при всех вот таких созданных условиях, все-таки зависит многое от сорта. Есть сорта, которые быстро, легко укореняются. И ты каждый год получишь экземпляры. А есть сорта, которые очень плохо укореняются. Какие я розы укореняю? У меня современные розы. Это в основном остинки. Розы есть и французские мияна, и кордеса, немецкие розы. Ну вот видите, только калюс еще. Только калюс. Ну тоже высажу, а там уж что получится, потому что тянуть уж некуда. Возможно, с этим же... Вот если черенок выживет за зиму, то корни могут только пойти весной. Теперь важный вопрос нам, как, в общем, до весны додержать эти черенки. Потому что осенние черенки... Вот вы видели, какие у них корни. У кого-то корни есть, у кого-то нет. Ну вот, видите, такие слабенькие совсем. Такой черенок, если его высадить в открытый грунт, он, скорее всего, не перезимует. Поэтому для осеннего черенкования роз очень актуален вопрос, где сохранять такие черенки. Этот вопрос для себя я решила. У меня есть два способа хранения. Это погреб и прикоп. О прикопе вы можете посмотреть видео по ссылочке. Там два видео. Они идут одно за одним. Что касается погреба. У меня тоже есть об этом видео. Все можно посмотреть. Целый есть плейлист по черенкованию роз. Я предпочитаю хранить такие черенки в погребе зимой. Я прошу заметить, что говорю о погребе, не о подвале. Вот для меня подвал и погреб это разные вещи. Погреб это помещение, которое углубленно и сохраняет даже зимой положительную температуру. в 2-4 градуса тепла. Там могут зимовать корнеплоды. Картофель хранится, морковь, свекла. Там повышенная влажность воздуха, поэтому никаких укрытий дополнительно для черенков не нужно. И нести ответственность за все погреба мира. У кого там заливает, а у кого это подвал, по которым идут теплые трубы. Понимаете, я за это не могу. Я говорю об обычном погребе, таком, как у меня, в котором я храню свои черенки. Результат вы можете проследить на видео, которое я тоже снимаю. Ну и вы сами все видели, что теперь главная забота, как сделать, чтобы черенки благополучно пережили пересадку из перлита в грунт и начали развиваться. Потому что это тоже вопрос непростой, вот лично для меня. Высаженная просто из перлита вот в такие трехлитровые горшки в готовую смесь для взрослых роз, у меня черенки плохо приживаются. Вот это летние черенки. Было много выпадов. Поэтому, ну вот, попробую таким образом. Я пробую, экспериментирую и вам рассказываю, что у меня получается. Сейчас мои черенки будут жить здесь в теплице, на нижней полке, чтобы солнце их не очень беспокоило. Я их, кто в лес, накрою вот такими стаканчиками. Кто под стаканчики не помещается, того буду брызгать. Стаканчики буду снимать несколько раз в день, проветривать. Так продержу их примерно около недели. Постепенно буду приучать, оставляя без стаканчика к обычной влажности воздуха. Буду опрыскивать их. В общем, у нас с черенками примерно есть месяц времени. Я думаю, до тех пор, пока не наступят морозы, минус три, минус пять. Здесь в теплице будет, конечно, температура повыше. И вот тогда я их перенесу уже в погреб. Ну, если все сложится хорошо или даже не сложится хорошо, я думаю, что через месяц перед тем, как укладывать их в погреб, я вам покажу, кто из них выжил. Вот сейчас у меня тут сколько их? Около тридцати. Может, двадцать семь получилось. Ну вот, посмотрим с вами, кто прижился, кто выжил, а кто и не дожил до этих свежих дней. Пока мы их будем снимать. Ну вот так у меня пока все. Заходите на канал, посмотрите видео. Понравится? Подписывайтесь. Ну, а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok